Как собрать этюдник моим ученикам? Если вы уже бывалый художник, у вас есть определенный набор красок, которым вы привыкли пользоваться, у вас есть этюдник, кисти, и берите то, что у вас обычно есть, вы уже знаете себя и справитесь со своим набором. Но если вы раньше никогда не ездили на этюды, как быть, вам потребуется этюдник на ножках. Вот такой этюдник среднего размера. В этюднике обычно есть палитра. Новую палитру надо промаслить льняным маслом, чтобы она не впитывала краску. Вам потребуются краски. В первую очередь на этюдах очень хорошо идут белила. Вот у меня два тюбика титановых белил. Я пользуюсь красками фирмы Ладога и Мастер-класс. Это покровные белила. В отличие от цинковых, цинковые будут жидкие, а титановые густые. Потребуется целый тюбик, это точно, и может быть еще половинка. Или целый тюбик 45 миллилитров. И, допустим, тюбик меньшего размера 40 миллилитров. На всякий случай. Вот, кладем. Нам потребуются земли. Например, охра желтая. Тоже берите целый тюбик. Она на этюдах идет быстро. Охра красная. Можно взять маленькие, 40 миллилитров. Английская красная и охра красная очень похожи. То есть, может быть, что-то одно. Натуральная сиена. Ее понадобится тоже целый тюбик. 45 миллилитров. Это у меня она такая маленькая, а вы берите большую. Масс черный. Вот у меня из черных нашелся дома. Но мне хватает одного тюбика черной краски, наверное, лет на 5. Поэтому, значит, какой-нибудь маленький-маленький тюбик. Марс черный или виноградная черная. Но сильно мы ее использовать не будем. Может быть, она понадобится вам в смесях. В небольших количествах. Так. Фиолетовые. Кобальт фиолетовый темный. Берите большой тюбик. 45 миллилитров. Кобальт фиолетовый светлый. Я думаю, тоже можно брать целый тюбик. Капут мордовым темный. Это моя любимая краска. Значит, он, по-моему, не выпускается в тубах по 40 миллилитров. Поэтому, ну что ж, придется брать 45. Но за пленэр он целый не израсходуется. То есть, если у вас дома есть неполный, берите неполный. Умбра жженая, можно на 40 миллилитров, небольшую. Умбра натуральная, ленинградская. Можно целую, а можно на 40 миллилитров. Сейчас я рассказываю про достаточный минимум. Если у вас в арсенале красок будет больше, это только плюс. Просто я исхожу из того, что они тяжелые, чтобы нам в самолете не таскать лишние килограммы. Красные. Красные на пленэре расходуются чрезвычайно мало. Поэтому, если у вас дома есть остаток, даже, наверное, четверти тюбика хватило бы. У меня просто сейчас нету такого примера дома. Кадмий красный светлый, маленький тюбик. И кадмий красный темный, тоже маленький тюбик. Можно кадмий пурпурный или кадмий красный темный. Если сокращать вес. Если вес не сокращать, можно взять каждой красочки понемножку. Пурпурный кадмий холодный. Красный светлый яркий. Красный темный чуточку похолоднее красного светлого, так на мой взгляд. Чуть похолоднее и потемнее. Для чего нам может пригодиться там красный ранней весной в Гималаях? Ну, разве что для монастыря с его красными стенами. Капут Мортум и вот красные. Синие краски. Ультрамарин. Ну, тубы на 40 мл хватит. Ультрамарина. Небесно-голубая. Тоже хватило бы на 40 мл. Это минимальный набор синих, которым я пользуюсь. К нему можно было бы еще добавить кобальт синий. Можно было бы добавить королевскую голубую. Я ее очень люблю. Ну, если по минимуму, то вот так. Два тюбика. Зеленая. Нам понадобится глауконит. Глауконит. Это такая прозрачная краска, которая войдет в тело любой живописи. То есть она лессировочная и потом не будет заметно. Ее перекроет любой цвет легко и она не помешает. Обычно ей делают рисунок. И она идет мало, понемножечку. Поэтому маленького тюбика или четверти тюбика, в общем, в путешествии нам хватит. Изумрудная зеленая у меня в таком варианте. Ну, 40 миллилитров достаточно. Веридоновая зеленая. Я ее люблю и поэтому беру целый тюбик. Вот, допустим, веридонная зеленая. Окись хрома у меня еще есть. Но это на любителя. На любителя. Веридоновая изумрудная глауконит. Вот такой набор. Желтые. Остались желтые красочки. У нас есть кадмий желтый светлый. Вот такой. Пусть он будет большой. Потому что из желтых и синих будут мешаться зеленые. Желтый черный дает зеленый. Кадмий желтый темный. Пригодится. Но хватит и четверти тюбика. Кадмий желтый средний. Тоже, наверное, четверти тюбика или половинки тюбика хватит. Итак, мы собрали краски. Еще нам, конечно, понадобится баночка для растворителя. Растворитель и холсты будут выданы на месте. Значит, куда наливать растворитель? Продаются в магазине такие масленки. Вот она у меня старенькая, уже не закрывается. Но ваша должна закрываться таким образом, что если там осталась жидкость, вы ее закрыли и она не должна вылиться. Ну вот такие по две продаются тоже баночки. Выбирайте на свой вкус. Также нам понадобится мастихин. Мастихин призван чистить палитру. И, может быть, не знаю, счищать краски с холста для любителей. Теперь кисточки. Для кисточек есть сейчас в продаже удобные пеналы. Вот так они открываются. И что мы видим внутри? У меня синтетика в основном. Кисточки представлены. Я люблю синтетику. Если у вас есть свои вкусовые предпочтения в этом смысле, вы берете весь свой набор, как вы привыкли. Если вы начинаете с нуля, присоединяйтесь к моему обществу любителей синтетики. Немножечко отличается маркировка у производителей кистей. Допустим, вот 24 номер у меня сейчас, самая большая кисточка в наборе. Она может быть немножко больше или меньше у других производителей. Поэтому, как нам поступить? Ну, давайте обойдемся тем, что у нас есть. Вот, например, кисточка размером с большой пальчик. Одна такая пригодится. По минимуму сейчас считаем. Кисточка, ну, пускай со средний пальчик. Одна. И, например, мизинчик. Вот три кисточки, которые мы дополняем самой большой кисточкой, которая, допустим, большой пальчик и мизинчик. 24 номер у меня. И парочкой тоненьких кисточек. Вот у меня шестерка и нолик. По минимуму вот этого количества, раз, два, три, четыре, пять, шесть, было бы достаточно. Но если у вас их больше, кисточки не такой уж огромный вес. Берите все, что есть. Так, еще ценный лайфхак. Когда мы пописали. И вот эти кисточки у нас грязные, а вот эти чистые. Чистые остаются в чистом пенале. Мы их закрываем, кладем в свой рюкзачок. Куда мы кладем грязные кисточки? Если я их положу в учетник, он запачкается. Ну, ничего страшного. Так-то. Но есть у меня прекрасный пенальчик, сделанный самостоятельно из шампуня. Куда я кладу грязные кисточки? Этот пенальчик не призван быть красивым. Он призван быть практичным. И донести до дома грязные кисточки, таким образом, чтобы они не испачкали у нас своих соседей. И чтобы мы не переводили пакетики, которые тоже неудобно использовать, вот такой пенальчик можно взять с собой. Все. И тюдник мы собрали.